Доброту глухой услышать может, и увидит без труда слепой. Каждый день, что будет нами прожит, озарим давайте добротой. Здравствуйте, дорогие наши зрители! В эфир молодежный канал Добро ТВ. Ждите София и Давидки. Самые добрые новости. Благодарительная акция Дорогу и Добра. Прошла в московской школе 717. И свое лептовое увлечение тяжелобольного Володи Грубатова. Наряду со светлыми артистами. Внесли ученики и их родители. Уроки милосердия и детская лепта. Видеосюжете нашего канала. Хочется низко поклониться администрации школы, фронту Андрея Первозданкова и всем, кто принимает участие в этой акции. Наверное, если все мы вместе чуть-чуть вот это сострадание отдадим этому маленькому человеку, я надеюсь, что и он станет легче. Спасибо. 16 февраля 2017 года маме 14-летнего Владимира Курбатова из города Кузнецка, Пензенской области, На 11-й благотворительной акции «Дорогу добра. Все в наших руках» в школе 717 собрали и передали прямо на концерте 600 тысяч рублей, которые пойдут на оплату поиска донора и длительного дорогостоящего лечения. Володя Болин о пластической анемии. Начиная с 2007 года, общая сумма собранных на 11 акциях средств составила порядка 3 миллионов рублей. Эти деньги являются детской лептой в дело спасения шести мальчиков и трех девочек. Ребята тоже могут в этом всем принимать участие. Вот вы видите фотографию с мальчиком Сережей Святкиным. Он онкобольной ребенок. Ему в прошлом году исполнилось 21 год. А когда проводили для него первый благотворительный концерт, он был совсем маленький еще. И мы вот ходили с моей дочерью, с Машей, и еще с девочкой Надей, и с заучем Бабаевой Тамарой Петровной в РДКБ. Носили первый сбор денег, который наша школа 717 собрала на первом концерте. Это было 50 тысяч рублей всего. Акция «Дорога у добра» проходит в рамках Всероссийской молодежной благотворительной программы «Детская лепта», цель которой – возрождение в России традиций детской и юношеской благотворительности. Название программе дал кружок «Детская лепта», который Елизавета Федоровна создала, основанная ею в Москве Марфа-Мариинской обители Милосердия. В этом кружке дети состоятельных родителей помогали своим неимущим сверстникам. Школьники носят таким образом свою лепту. Всегда это конкретный ребенок с конкретной судьбой, историей. За все годы все дети, слава тебе, Господи, живы-здоровы, кроме одного мальчика, Глеба Яговдика, которого не удалось спасти из всех детей. Вот такой буклет мы создавали в фонде Андрея Первозванного. Благодаря этому фонду началась программа «Детская лепта». В этот раз пакет с деньгами был очень тяжелым, так как дети жертвовали мелочь, которую родители дали им на карманные расходы. Получается, что благотворительный концерт – это не только творческая, но и вполне весомая, денежная детская лепта. Как человек, который не первый раз участвует в этой акции, хочется сказать вам большое спасибо, что вы проявляете такое внимание к помощи тем, кому сейчас гораздо тяжелее, чем нам. Внесли свою лепту в акцию заслуженный артист России Ян Осин, который в третий раз участвует в благотворительном концерте, и Пьер Нарцисс, пожелавший отныне дружить со школой и участвовать во всех ее благотворительных акциях. Пьер, впервые приехавший в школу 717, заверил всех, что на следующий концерт приведет свою дочку, а директору ее школы расскажет об акции в помощь энкобольным детям. Спасибо вам большое за эти аплодисменты. Я хочу друзей в этой школе. Я буду приезжать постоянно на такие мероприятия. И я знаю, в следующий раз я возьму дочки, мы споем вместе. Честно, я понял, куда я попал. Не думал, что я буду так волноваться. Я хочу сказать сначала вам браво. Браво, потому что у меня дочка, я 11 лет. Но в школе, где ходит моя дочка, таких акций нет. И я думаю, я завтра скажу директору, в школе, где ходит моя дочка, надо. Спасибо, что дети в этом возрасте, они уже знают, что можно поделиться, помолиться за другой ребенок, который болеет. Я знаю, у меня есть ребенок. Я знаю, что чувства родителей, когда твоя дочка, сын болеет. Просто голова болит. А когда это страшные болезни, я считаю, что это еще неописнение. Поэтому хотели бы сегодня, чтобы мы не только грустили, чтобы мы с аплодисментами передали эту атмосферу, те, которые не с нами, в больнице лежат дома, чтобы они почувствовали, что они не одни, мы с ними. Правильно? Да! Правильно? Да! Давайте тогда аплодисменты по-громче! В благотворительных концертах принимали участие ученики с 1 по 11 класс, школы номер 717, а также ребята из соседних школ. Их скромный вклад в благое дело можно сравнить с двумя лептами бедной вдовы. Смотрите, сколько добра и радости подарили эти замечательные дети. И ваши глаза засияли по-другому. Спасибо большое всем, кто пришел в наш светлый дом, чтобы поддержать замечательную маму. Можно я вас возьму? Посмотрите, как прекрасно, как прекрасно, которое дает добро. Добро, даже в самом вашем возражении, это очень много. Спасибо вам, низкий вам поклон за все. Мне вот даже сейчас очень трудно говорить, потому что столько всего доброго, всего хорошего сделано и сказано. Спасибо каждому человеку, который пришел, откликнулся. Я бы хотела выразить огромную благодарность школе 717, всем деткам, директору, всем всем, кто сегодня присутствовал. Сегодня я приеду в клинику и расскажу своему мальчику о таких прекрасных детках, которые сегодня выступали. А когда он поправится, он лично к вам ко всем приедет и скажет огромное-огромное спасибо. Организаторы акции благодарят всех, кто внес свой лепту в помощь инкобольным детям. Если к школе 717 присоединятся другие школы и вузы, детская лепта будет более ощутимой. Избудется мечта Великой княгини Елизаветы Федоровны о том, чтобы по всей России действовали ученические дружины, которые создавал во многих городах комитет Великой княгини, причисленный в 1992 году Русской Православной Церковью к лику святых новомучеников российских. 18 июля 2018 года исполнится 100 лет со дня ее мученической кончины, но рожденная ею идея детской лепты жива и приносит обильный урожай в детских душах. Светлана Леонтьева, Ирина Ахундова, Илья Анисимов, молодежный канал Добро ТВ. И наша рубрика «Воскресная школа» расскажет нам о детской школе, программе «Иффекновение головы» Иоанны Претещи в парке Коломенская. Мы вчера нашли поснежник на проталинке лесу, «Голубой цветочек нежный встретил Пасху и весны». Предметов у нас четыре. Это «История русской церкви», «Изо», который я веду, я преподаватель «Изо», «Церковное пение» и, естественно, «Закон Божий» – самый главный предмет. Что я могу сказать по поводу своего предмета? Он помогает детям лучше увидеть и осознать, и понять, и, главное, увидеть, открыть глаза на красоту и совершенство Божьего мира вокруг них. Ну, естественно, творческий процесс для ребенка необходим, потому что он делает человека и сильнее, и умнее, и в чем-то подобен становится ребенок творцу, потому что, когда человек творит, он созидает, а не разрушает. Для детей это очень важно. Сейчас вот обязательно фестивали рождественские, пасхальные, которые благочиние Даниловское устраивает нашего района. Вот сейчас готовимся к пасхальному фестивалю. Я сюда хожу с 9 лет, мне здесь очень нравится. Вот я, например, в детстве не учился в воскресной школе, поэтому такой традиции, как это делают и как это нужно делать, вот чтобы она была очевидна, не просто записана в каком-то документе, такого нет. Вот в этом отличие от другого образования. Там есть более какие-то четкие критерии, оценки, более ясный набор знаний. А здесь требуется найти какой-то контакт с учениками и им именно донести более в такой теплой форме, более, менее сухой, менее математической, менее определенной, даже можно так сказать. Потому что духовные вещи, они таинственны зачастую. И начинай ангела делать, хорошо? Крылья, у него вторые голубые. А, ну давай храм и главку, кстати, можно такого же цвета, как... А вот сама вот эта вот варабан будет такого же, как... Я сейчас буду все очищаю. Хорошо. Я рисую работу к Пасхе. На ней изображен батюшка. Он светит куличи, освещает куличи, яйца. И тут нарисованы яйца, Пасха, куличи. Что бы мы ни делали, мы не можем никак достаточно сделать. Мы только должны, Господь смотрит на наши намерения. И, ну, в общем-то, планы наши в этом делу. Можно сказать, что не нужны. Потому что он ни в чем не нуждается. Ему нужно наше устремление. Детки у нас приходят... Вот у нас сейчас двое детей учатся. Это уже третьи дети в семье, которые приходят сюда по занятиям в воскресной школе. То, что мы занимались в досуговых центрах, которые находятся в спальных районах, сыграло свою хорошую роль. Приходили, думали, что это какой-то новый кружок. Приходили люди невоцерковленные. И дети, которым понравилось заниматься в воскресной школе, потихонечку приводили своих родителей в храм. И люди воцерковлялись. И на этом наш шуток завершен. Перейдите себя и творите добро вместе с нами. До новых встреч! Старайтесь быть добрее и сердечнее. Благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечнее. Лишь доброта сумеет мир спасти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова